Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли А я знаю, что хочу еще... А сейчас честно, по поводу разговора про сентябрь Да, искренне ещё А я хотела сказать, знаешь, что вот когда у нас эти озарения, да, когда мы... И как же... Когда ты осознаешь, вот это пришло, и как же хочется на курсах людям... Представляешь, мы людям это дадим на курсы, представляешь, какой у них выход! Вот это прямо добавит, да? мы вчера с тобой рассматривали будущее я знаю что большое количество людей просто меня и закидывали уже после прошлого года письмами и задавали вопросы по беларуси мы беларуси старались никогда не комментировать но мы всегда регулярно смотрели эту страну и вот вчера конкретно мы просто занялись тем что залезли и начали просматривать но мы просматривали не как вот мы вам щас заложим и сделаем прогноз от великой ванги нет мы чувствовали и если вот помнишь наш предыдущий ролик на новый год когда мы тоже здесь сидели стебались посмотрели и записали и тогда мы видели что вот три месяца уже сформированы да а дальше энергия плыла и мы не хотели вставлять негативные сюжеты да и мы сделали все чтобы перевернуть сознание человека в создание позитива и потом более того мы во время коллективных загрузок мы накидали высокочастотных энергии туда вперед мы туда вперед кидали кидали всякую херню кидали но только чтобы здесь был разве здесь был подъем здесь было здоровье там и тогда это уже на автомате до работая с детишками привыкаешь здоров счастлив ресурс на жизнь 100 лет пошел вот то же самое мы тоже пихали и это тоже был наш эксперимент месяц назад и вот то что мы смотрели вчера какое же было удивление что вот эти пихание они работают то есть есть какой-то период который уже впечатан который уже изменить ну очень сложно да но наверное можно я не буду ставить ограничена потом наступает следующий период где есть провалы эти провалы уже видны куда можно вставлять и можно создавать ну что пока комментируешь я вчера за тобой записывала мы вчера были обе невменяемые поэтому но я еще писала я как правило ты за это хорошо что ты записываешь потому что я как правило я не помню того что я достану я тоже бы не помню и вот благодаря тому ты записываешь где-то что-то и потом вот это действительно уже можно и расширить тогда то что ты видел да потому что он открывается но сейчас не помню говорит что там ну вот смотри тогда когда мы смотрели в январе мы четко сказали во первых про изменение курса который будет мы его наблюдаем во вторых мы сказали тогда про сша про волнение мы это наблюдаем в третьих мы делали акценты и говорили что в феврале пойдет движение на то что может быть может угрожать целостности беларуси вчерашнее заявление медведево ровненько первых февраля бабах они просто вот выбивают я понимаю даже месяц календарный тикнул для нас единственное что все ощущение такое как будто время и события двигаются нам навстречу и поэтому подвижки до двух недель могут быть ну во времени мы можем сказать в конце месяца это будет в начале а вот но в принципе вот это я просто чувствую вижу как эти событийные ряды не мы на к ним двигаемся а мы смотрим фильм и это конница скачет нам с 3 невероятно но вот вчера мы говорили о том что в феврале будет напряжение по поводу того что белоруссия может потерять целостность беларусь и мы говорили о том что глава россии он все-таки более пассивен в отличие от его помощника который более активен и внимание главы россии больше направлено внутрь и у него присутствует некое здравомыслие и даже я хочу сказать что даже такое чувство было что так наверно скажу будь его воля к сожалению так могу сказать что вот как ни парадоксально да но такое чувство что он бы не занимался этим вопросом ему его этот вопрос не как-то не трогает но его внимание вообще каким-то образом направлено внутри жены не свойственно обычно внутрь и на первым лицам у них внимание все-таки больше направлено наружу вчера было удивительно когда просто событийном ряду конкретно показала что внимание человека во внутрь а внутрь человек направляет внимание когда ну давай не будем отвечать на этот вопрос да когда но это очевидный вопрос вчера было удивительно это надо и мы видели что в конце февраля внимание во внутрь направляется и у нашего лидера то есть но наверное будут происходить какие-то события связаны с тем что люди будут переоценивать свои надо чувствовать больше больше чувствовать себя себя и пропускать жизнь и все через себя и будет время остановиться и подумать задуматься о своей жизни и наверное как и у нас о ценности себя дальше у каждого человека такие периоды случаются март март мы смотрели что это будет напряженный месяц помнишь его да я помню это такой некомфортный месяц когда как будто между людьми такой шапоток проходит напряжение 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 какого-то такого страха и не родиться говорить да вот именно страхом даже произносить как-то не хочется вот такая какая-то такой какая-то тема вот это когда до людей начинает доходить что может быть какой-то сценарий который не очень который вообще не предполагался да 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 вот как будто как будто они как наконец-то как-то вот именно как открыли глаза и увидели что что вот к чему это все идет к чему то что происходит а помнишь когда я вчера задала тебе вопрос а посмотри глазами людей так что же они такое увидели и тебе пришел образ через беларусь протянута скакалка и она разворачивается в разные страны и эти разные страны крутят на беларусь должна прыгать на этой скакал на этой скакалке вот да вот этот образ пришел тогда тоже на самом деле если люди наконец-то это видят а это будет это глубоко это глубоко то есть у человека происходит какая-то внутри трансформация сознания но при этом это вызывает напряжение и страх потому что человек когда есть неуверенность а он боится и это да а еще в конце месяца там почему-то по чувствам шло опустошение руки опускались да 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 было такое то почему-то как будто да так как но это я знаю даже как-то но по-другому не скажешь именно как как будто руки опустились да это вот март в этом году это наверно самый сложный месяц будет но наверно хотя смотря что смотреть сложным до апрель на этом фоне изменился глобально изменился во-первых ушли фигуры женщин там каких-то какие которые тогда должны были сиять но при этом по апрелью идет женская энергия очень сильная очень сильная женская энергия и на этой женской энергии подписывается очень много бумаг это бумажный месяц а вообще эти бумаги у тебя вызвали какое-то опасение или наоборот они плюсовые нет они наоборот стабилизирующие были вот чувство такое было именно как будто под стабилизировать ситуацию ситуации даже как-то вот она то есть как находится какие-то компромиссные решения да может быть там даже не то что нам на плюс дай но на минус точно нет а вот именно как хотя бы надо да как будто вот на данный этап на данный период вот так успокоить как бы перемирие да хоть не могу сказать временное не временное но нечто вот подобное то я может как стабилизировать как немного как преуспокоить и отдышаться и подумать вот как то вот так время остановиться подумать и включить мозг о том как двигаться дальше в развитии хорошо а май помнишь чем высветился я когда у тебя спросила май ты сказала ой полосатый и люди стоят двух на 1 против друга полосатый лично лицами друг другу лицами друг друга точно я и забыла да 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 и там суды будут идти ровно то месяц судов и май и июнь месяцы судов там очень сильно работать и судебная система будет очень сильно работать дальше не а помню тоже в конце июня расслабление идет резкая и как будто вдох как будто легкие открываются да и как будто вот именно расслабление как ну да как подышать как подышать перед бурей вот скорее всего потому что в августе там заворачивается огромный вихрь и вихрь он еще не определен до конца то есть вот получается июнь и июль и август это месяцы когда можно создавать сейчас до мая уже практически жестко прописанные сценарии идут а там еще можно создавать и вкидывать туда свет счастье и так далее поэтому те кто будут смотреть направляйте сюда любовь направляйте в беларусь много созидательных моментов развития чтобы здесь люди поправлялись чтобы здесь не было там каких-то неприятных эксцессов здесь только любовь только радость только счастье только здоровье вот просто ключевыми такими толчками вот эту энергию из пространства энергии любви энергию созидания просто направлять в летние месяцы осознанно направлять потому что эти месяцы они еще не сформированы и в августе действительно висит очень большой энергетический вихрь то есть силовая составляющая там уже есть то есть там будет происходить что-то глобальное и это реально глобальное но это глобальное может быть светлым может быть темно да и это еще не решено точка бифуркации не пройден поэтому можно двигать вверх можно двигать вниз но силовой уже есть но силовой потенциал уже есть уже сила крутится уже в августе будут приниматься какие-то решения такие серьезные да и поэтому вот как бы не направляйте внимание не на там отомстить там или вот это вот а именно в счастье в счастье позитив счастье в любовь благодарность в рост развитие вот просто направляйте вот именно так внимание и получается что с сентября по декабрь в связи с тем что точка бифуркации августовской не пройдена и она сформируется ну где-то к маю мне даже не к маю может быть чуть раньше но у нее период формирования будет с марта по май вот может вот вот этот период потому что вот этот период с марта начнет жестко формироваться уже лето вот и вот этот период если опять-таки уделить очень много внимания направить на созидание на развитие и не надо заставлять развиваться других людей надо просто очень много работать самому и внимание уделить семье своей своим близким сказать им искренне как вы их любите открыто действительно искренне реализовываться творить создавать делать что-то от чего вы сами счастливы да вот это счастье она тогда перетекает и она действительно тогда и в коллективном сознании формирует счастье и формирует лучший вариант событий да потому что с сентября по декабрь идет туман то есть это будет период который не заложен еще там есть события мы не будем их проговаривать но он не заложен фиксированы и не хочется их фиксировать да поэтому это зависит от нас от всех да это это общество и мы мы живем в этом обществе и мы все таки давайте осознанно относиться к тому куда мы направляем внимание мы будем направлять внимание на разрушение на крушение на аварии на убийство на носили еще на что то или мы будем направлять внимание на выздоровление детей, на отличную медицину, на прекрасное образование, на науку офигенную. Действительно, в Беларуси это все на очень хорошем уровне. И мы, живя здесь, мы этого не ценим. Господа, но один раз столкнувшись с той же самой медициной, с тем же самым образованием, с той же самой наукой и так далее, ты осознаешь, что у нас действительно классная страна. И если мы направим внимание на созидание и каждый начнет с себя, не требуй ничего государства, нафиг вам оно надо. Оно есть, оно действительно делает дороги, оно действительно содержит эту науку, эту медицину, образование. Оно честно это содержит. И у нас нельзя сказать, что у нас этого нет, у нас это есть. Мы просто привыкли к этому и мы этого не ценим. Вот давайте все-таки начнем с себя и начнем ценить то, что мы имеем, для того, чтобы с сентября по декабрь у нас был счастливый год. И тогда в этот период у нас будут приниматься те решения, которые действительно сделают закладку 22-го года. А 22-й год у него опять-таки очень сильная закладка идет на начало. И этот год в корне отличается от 21-го для Беларуси. Это счастливый год, это вступление в золотой век. Вот хотите верьте, хотите нет, но прямо с начала января крутится огромный золотой вихрь. И в нашем подсознании этот вихрь силовой. И этот вихрь говорит, это начало движения действительно в развитии, в созидании, в успешность, в развитую экономику, в развитое предпринимательство. Могу предположить, что в какую-то свободную экономическую зону или территорию, правильно будет сказать. Но это в любом случае развитие. И с января месяца и дальше это только нарастает. Но к этой точке надо прийти. Вихрь энергетический потенциал там есть. А вопрос, с какой точки он стартует, вы будете стартовать с первого этажа или с 20-го, да? Разница есть. Я предлагаю все-таки за осень подняться до 20-го этажа своим сознанием и стартовать, а можно и выше, и стартовать оттуда. За следующий год, вот то, что я записывала за тобой, я писала, подъем во всем, все по-новому, очень сильная энергия, солнечная, солнечный год, вход в золотой век, переход произошел. И платформы, разделение платформ случилось. То есть те процессы, которые должны были происходить до 30-го года, они удивительно быстро происходят сейчас. Невероятно быстро и очень быстрая трансформация сознания происходит. И получается, идет разделение. Вы можете войти в разрушительные колебания, и вы можете войти в созидательные колебания. И только ты сам, или только вы сами выбираете, куда двигаться. Это выбор каждого человека. И если вы думаете, что выбирает общество, так вот нет, выбираете вы каждый. Потому что каждый человек, есть личность, есть индивидуальность. Мы все одно, закон одного. Опять-таки закон одного. Делай другому только то, что хочешь, чтобы делали тебе. и не делай того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Больше ничего знать и придумывать не надо. Никаких других законов вообще. Более того, вот на сегодняшний день мы описываем в очередной книге инфодайвинг, коллективное, бессознательное, там, где мы описываем коллективные психотехники, мы там описываем, каким образом идет инкарнационный цикл человека, и как мы закладываем себе переходы на следующую жизнь и как мы переносим информацию на следующую жизнь. В этой книге эти вещи будут достаточно подробно описаны. Так вот, господа, мы все делаем для себя. Нету ничего, что мы делаем для других. Мы абсолютно все делаем для себя. И мы абсолютно, так устроено наше подсознание. И на определенном уровне подсознания мы все осознаем именно закон одного. И в тот момент, когда человек начнет осознавать, что делая для близкого какой-то минус, он делает минус для себя, он не будет делать этот минус. И это важный момент к осознаванию. И если человек чем быстрее он осознает это, тем быстрее он начнет создавать, учиться создавать осознанно. мы боги. Боги, которые спят. Да, на самом деле, создав минус, этот минус вернется. Создав минус, начинается хаос. Минус, плюс, минус, минус, минус. И пошел хаос. Когда ты делаешь так, как хотел бы, чтобы... Когда ты относишься так, как хотел бы, чтобы относились к тебе, на самом деле, это гармония. потому что гармония. Ты не можешь сам себе желать плохого, желать минуса. Ты не можешь себе причинить боль. Не можешь. Это просто вот, осознав однажды, это станет правилом жизни. Закон одного. И то, что говорят, ну, или говорят, или думают там, ну, я просто так приведу пример, допустим, там, кстати, можно и такой пример. Вот говорят, пословица есть такая, не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Воды напиться. Прям, я раньше это слышала, я как бы, да, я понимал. Но то, как сейчас это понимается, исходя из закона одного и исходя из того, что вот мы осознаем все, это так, это действительно так. И никак не значит, ты не обойдешь этот колодец. Ты именно из него будешь пить. Из этого колодца, в который ты плюнул, никак ты его не обойдешь. Вот. Сегодня человек выбирает зарабатывать на наркотиках в следующей жизни, которая приходит, не успел он закрыть глаза, миг он уже открыл глаза, он уже сам потребляет и проживает все то, что он подарил другим людям. И чем большему количеству людей он это подарил, тем большее количество раз он это проживает. Сегодня человек отравил табаком молодежь. В следующей жизни он проживает, как отравили его детей и как отравлен он сам. И какие болезни при этом происходят. И это все на него ложится. В этой жизни он убил, в следующей его убивают. В этой жизни он изнасиловал, в следующей его насилуют. Это вообще невероятно. Но это факт, господа. Мы работаем с аутизмом. И, возможно, под этим роликом мамы захотят написать, тогда поставьте плюсик, что вы подтверждаете то, что мы говорили, что это правда. Мы это доставали из вашего подсознания. Мы это говорим на основании опыта. И мы видим, как работает передача информации, как работает переброска инкарнационных циклов, что отфильтровывается, что идет в архив, каким образом это происходит. Я надеюсь, когда-нибудь это войдет в науку. Я понимаю, что инфодайм пришел лет на сто раньше, чем наше общество готово это услышать. Но просто постарайтесь услышать. Не плюйте в колодец. Пригодится воды напиться. Мы все из одного колодца. Мы все одно. Все. Мы все одно. И, казалось бы, можно вот сейчас послушать нас, можно сказать, ну, это что будет в следующей жизни, это меня не касается. Нет, господа, касается. Потому что все и будущее, и прошлое, и настоящее уже существует вот здесь, прямо здесь и сейчас. Уже есть. Оно здесь. И то, что мы делаем, мы делаем именно здесь. И здесь мы можем это изменить. И мы не можем это изменить там или там. Мы можем это изменить здесь. Поэтому, когда мы записываем этот ролик, мы опять-таки говорим вам, ребята, вот есть уже то, что сформировано. Но это не значит, что даже до мая мы не можем ничего изменить. Что-то можем. Мы можем опять-таки внести свет. Мы можем сотворить. Мы можем создать. Мы можем. Творите, создавайте. Несите этот свет. Да, и кроме нас никто этого не может сделать. Именно только мы можем. Только мы. Вынося ответственность на Бога, вы рассчитываете, что Он где-то на солнышке вам поможет. А Он на самом деле, и тело вот человеческое, реальность, и зазеркалье, это одна меркаба. Он с другой стороны зеркала. И Он точно так же говорит, это воля человека, Он выбрал. Я всего лишь исполняю. И два коматозно спят. Один выносит на того ответственность, второй на этого. И оба не создают, и оба идут к завалу. А надо вверх. А вверх можно двигаться только тогда, когда вы проснулись, когда вы начинаете осознавать в себе эту силу созидания, эту силу творения, этого Бога в себе. И тогда просыпается и тот Бог, который на той стороне говорит, стоп, 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 что-то мы заигрались в какую-то фигню. И тогда начинаются озарения, тогда начинается творческий процесс. Но это синхронно, потому что мы смотримся друг к другу в зеркало. в глаза. Мы смотрим одними глазами. В то время, пока мы смотрим во внешнее, Бог смотрит во внутреннее. В то время, когда наши глаза закрыты, и мы спим, Бог смотрит во внешнее, а мы смотрим сны во внутреннем. Вот так развиваемся, господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok